В Наринмаре жители одной из самых больших малосемеек уже 17 лет ждут расселения. Ее уникальность не в размерах, а в условиях выживания 24 семей. Дом буквально рассыпается, но городские чиновники словно этого не замечают. Олег Хатанзейский собственными глазами увидел условия жизни в ветхом строении. Как к власти Фёдорова пришло, вообще никаких результатов, ничего нет. Вообще, движения вообще нет укол. И этот дом вообще не существует. Раньше жильцы охотнее общались с прессой. Все надеялись, что их квартирный вопрос можно будет решить в короткие сроки. Но время показало, что все напрасно. Пытались никогда в такие условия позвать чиновников. Пытались, но они отказались вообще. Отказались, наверное, потому что испугались бродяг и гигантских крыс, которым и местные, кажется, за 17 лет уже научились уживаться. Это вот здесь крысы, они бегают. Сейчас мы их распугаем. Вот щель уже. Да, вот щель. Вон она, вон она, вон она. А, вон она где она. Смотрит, смотрит, вон она где. Это крыса? Да, крыса. Вот она. Служу вам магазин, пожалуйста. Вон, крыса. Они готовы часами устраивать экскурсии по местам общественного пользования и рассказывать, как страшно по ночам выходить в тёмный коридор. Жизнь в этом доме, как игра в русскую рулетку. Двери постоянно на распашку. К непрошенным гостям здесь уже давно привыкли. Опасной выход, ветром снесло дверь. И как бы никому нет до этого дела. А вот по этому поводу обращались к командировке? Да, писали в службу заказчика. Бесполезно? Бесполезно вообще. Своими силами закрыли? Между тем, условия для жизни сомнительные. Стены сыпятся, потолки проваливаются, проводка периодически горит. Её не меняли с основания этой малосемейки уже почти 40 лет. Проводка, вот проводка, вообще ужасная здесь проводка. Держится на соплях. Всё на соплях. Куда пожарные смотрят. Вообще пожарные, наверное, никогда сюда не приходили. И чувствую, если замкнёт, то сгорит. А самое главное неудобство в доме – четыре разбитых туалета. Вот она, одна из уборных. С непривычки сюда даже страшно зайти. Отопления здесь нет, поэтому все стояки зимой мгновенно замерзают. А нечистоты в прямом смысле лезут наружу. Но когда на улице тепло, последствия ещё печальнее. Назвать это туалетом просто язык не поворачивается. Во-первых, здесь ужасная вонь, дышать невозможно. Во-вторых, полнейшая антисанитария. Внизу скребутся крысы. Ну а самое главное – все нечистоты попадают не в яму выгребную, а к жильцу, что живёт снизу. Квартира течёт дальняя комната у меня. Там постоянно у нас квартира называется «комната», извините, уже вонюшка. Я за это даже не плачу. У меня за должность там, можно сказать, 30 тысяч. Ну потому что понимаете, что платить просто не за чего вам сам? Да, да, да. Потому что не ухаживают вообще. А это уже квартира Людмилы Поровицыной. В этих условиях она прожила почти 30 лет. Женщина больше всего боится за своего внука. Ребёнка ей приходится выводить в коридор, крепко держа за руку. В любой момент на голову может обрушиться штукатурка, а под ногами провалится гнилой пол. Зимой вообще спят в валенках, укутавшись тёплым платком. Пара за рта идёт? Идёт. Когда холодно сильно, идёт. Пара идёт. Все полы, это, как говорится, холод. Скрипят. Дует всё из-под пола. Крысы ходят. Сколько я их ловила. Жильцы уже не раз писали обращения к чиновникам. В прошлом году дело даже до окружной администрации дошло. Но с мёртвой точки оно так и не сдвинулось. Только обещание о капитальном ремонте. Но за последние 17 лет так ничего и не сделано. Мы в подвешенном состоянии. Всем, грубо говоря, наплевать. Всем наплевать вообще. Всем наплевать. И это самое. Вот у меня вообще такое предложение. Сейчас как широко обсуждается эта концепция. Развитие округа. И как бы внести предложение такое, чтобы все общаги на той же Южной, на авиаторах, на заводе, вот девятая общага, все эти общаги как-то в одно место собрать и как-то решить всё-таки эту проблему. Потому что не мы одни живём так. Сейчас у жителей одна мысль. Продержаться ещё хоть год. Дом рассыпается на глазах. Впереди холода. А это очередные визиты бездомных и нашествия крыс. Алих Танзийский, Вадим Стасюк, Роман Делимарский. Телеканал Север.